Чёрные береты Приветствую вас, всех наших дорогих слушателей, которые, несмотря на то, что в пятницу нашли время для того, чтобы присоединиться к каналам интернет в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме, для того, чтобы посмотреть на нас любимых, красивых. Друзья, мы приветствуем вас всех. Мы уже пятнадцатый концерт. Юбилейный, кстати, на пятнадцатый концерт. Игорь Васильевич, давайте, Николай Стоп, Чёрные береты forever. Хватит уже. Да, Серёжа, он сейчас прошёл, всё, forever или мы все всегда. Да, мы определимся, как и мы. За береты, кем пультом у нас, как всегда. Гвардия, старший сержант Сергей Блескун. Я потом выйду по маршруту, всем привет, написал, встречаем. Ну, в эфире, какие города с нами, давайте, как мы делали эти четырнадцать концертов. Кто перечистил нашу географию? Кто нас смотришь? Ага. Вот. И пока вы пишете, откуда вы смотрите наши консляции, из каких-то ряда в России, мы скажем, что, задумавшись над темой сегодняшней нашей вечерней встречи, пятнадцатой, мы решили посвятить её памятным дням августа. Просто заглянули в календарь. Дело в том, что крайний концерт у нас был посвящен украдиозному празднику Дню военно-морского флота. А оказалось, что посмотрели в календарь, есть даты всё-таки, есть даты, о которых поговорить, и нам есть что рассказать на эти темы, дорогие друзья. Вот, не изменяя традиции, всё-таки начнём с флотской песни, тем более, что в августе месяце у нас есть хорошая, красивая, замечательная дата. 9 августа, день победы российского, молодого российского флота под руководством царя Петра I в Гангутском сражении. Практически очень малыми потерями молодой галерный флот одержал победу в гости Невы над шведской эскадрой, взяв много пленных, захватив корабли и так далее. А мы делаем историческую такую... Ну, в каждом чадный берет и форево открываем, открываем некоторые страницы истории. Вот, в данном случае историю флота российского. Дело в том, что моряки носят гюйс на плечах, на нём есть три полоски. Они посвящены... Трём великим морским сражениям. Абсолютно. И первое сражение, это первая такая крупная победа, это как раз Гангут, Гангутское сражение. Потом 1714 год. Вот одна из этих полос. Ну и назовём уже сразу ещё две. Это Чесла и Синопская битва, да. 1853. Вот так рождался наш флот. Рождался он, как известно, на берегах Балтики. Поэтому не случайно наш флот дважды краснознамённый, балтийский. Вот. И он родоначальник всех остальных флотов нашей страны. Поэтому поздравим себя с этой датой, которая послезавтра будет отмечаться. С себя любимых и начнём. Да, из себя любимых и начнём нашему балтийскому дважды краснознамённому флоту посвящается. Мы начинаем! Разрезая море, гладь серыми бардами, Вдалеку ходят корабли, А есть в сеневе, Оставляя белый след мощными вертами, Как ладка вращаясь в зла, В девичьей руке. Оставляя белый след мощными винтами, Как ладка вращаясь в зла, В девичьей руке. Не подведёт турбина, Штурла в руках и рогни, Ракета не ромажет, Ракета попадёт. Вели страшные туманы, Тебя в его не страшен, Идёт в погон прославленный, Родной балтийский плод. И правда, Суэц, Москор, Океан отдали, Связанный морским рудым, Нагритка узлом, И на карте места нет, Где б мы не бывали, Под небесно-голубым, Андреевским крестом. И на карте места нет, Где б мы не бывали, Под небесно-голубым, Андреевским крестом. Не подведёт турбина, Штурла в руках и рогни, Ракета не промажет, Ракета попадёт. Вели страшные туманы, Тебя в его не страшен, Идёт в погон прославленный, Родной балтийский плод. Шум волны, ветра свист, Чайник рик надрывный, Словно музыка нужны, Сердцу моряка. А ещё, чтоб где-то там, В стороне родимой, Милая подруга преданно ждала. А ещё, чтоб где-то там, В стороне родимой, Милая подруга преданно ждала. Не подведёт турбина, Штурла в руках и рогни, Ракета не промажет, Ракета попадёт. И не страшны туманы, Тебя в волке страшен, Идёт в погон прославленный, Родной балтийский плод. Вели страшные туманы, Тебя в волке страшен, Идёт в погон прославленный, Родной балтийский плод. Спасибо! Вот даже написали в инстаграме, Что помнят эту песню, Так как служили на эту песню. К нам присоединился, ну, пока станет. Да-да-да, перекличку мы объявили, Результат неподвижен. Привет из Крыма. Серёжка нам передаётся Евпатория. Евпатория здесь, Ульяновская область, Дмитроград здесь, Буряты здесь. Написали, Буряты здесь. Всё. Цихтывкар здесь. Несмотря на расстояние, Они совсем рядом. И Байкал просто рукой подали. Ребята, привет большое. После первой песни вам написали, Спасибо вам, Понимаете настроение, Немного трудной ситуации, Которая так сложилась, Идальеть морально. В общем, благодарность сразу же вам выражают. Спасибо, друзья. А мы сразу же переходим, Наверное, К самой знаменательной дате, Которая у нас в августе месяце. Это День Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Совсем недавно отпраздновали, Ну, так получилось, Отдельным концертом мы не отметились. Но, но... Поздравить братьев-десантников Мы просто обязаны. Тем более, что Исторически так сложилось, Что концертный ансамбль Черной Абериды Вышел из рядов Десанта-штурмового батальона Морской пехоты. И свой праздник, День Воздушно-десантных войск, Этот день, Мы отмечали как свой праздник, Как профессиональный праздник. Вот. Всегда, как только попал Десанта-штурмового батальона В далеком 1992 году. Исторически, Ну, что сказать исторически. Наверное, Многие знают, Может быть, кто-то не знает, Это Василий Филиппович Маргелов. Человек, который Создал, по сути, Десантные войска. Он Великую Отечественную войну Командовал полком Морской пехоты. И Очень Многие Традиции Были взяты Именно отсюда. Поэтому не случайно И братство, Которое Подкреплено И службой, И выполнением Боевых задач. У нас огромное количество Друзей-десантников. Творчески Мы Дружим Уже очень-очень Много лет С прославленным коллективом Воздушно-десантных войск С голубыми беретами. Поэтому Отдельное поздравление Всем Нашим Братьям, Ребят, С праздником Прошедшим С Днем ВДВ. Наступившим Наступившим Тем более, Что дата юбилейная 90 лет 90 лет А морская пехота Как известно 315 годовщину 27 ноября Всего года Будет отмечать Поэтому у нас даже Юбилей В один год Мы надеемся Роспотребнадзор Уже снимет Все эти ограничения И мы нормально Хорошо отработаем Концентр Да, но так получилось Что Москва Хоть как-то День ВДВ отмечала По многим регионам В общем-то В связи с запретом Массовых мероприятий Праздники прошли Очень-очень скромно Скажем так В разложении Ну не без этого Ну что ж делать Вот Коль скоро вспомнили Праздник Вспомнили Наше боевое братство То и продолжить Хочется песней Которую Написали наши братья Голубые береты Вот Пускай она будет Поздравлением И для всех десантников И для всех морпегов Штурмаяков Которые этот праздник Отличают Как свой профессиональный Ну и вообще Нашему братству Морпехов И десантуре Песня одноименная Морпех и десантуре У беседки возле дома Что давным-давно Снакома Вкруг собралась Наша сетвора На скамейке Сидят боком Чуть не плакал Я, что вернулся С армии вчера Рядом с ним Рядом с ним Как в море Как хлебнули Легко горе Докормили Грозном Пасург Как Как Атилия Софри Моря Как Клебнули Горя Докормили Грозном Пасург Сажд от истин с антуры Средний Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Самый выдающийся праздник августа месяца, день воздушно-десантных войск. Дело в том, что состоялись бы воздушно-десантные войска без ВВС. Я не говорю о том, как мы выполняем задачи. Поддержка с воздуха нам обеспечивают наши братья и коллеги, наши летчики боевые. Это и десантно-высыточные средства, воздушные наши, с которыми осуществляем прыжки непосредственно. И в основном все, кстати, думают, что у нас это СУ, МИГ, вот в основном это вся авиация. И на наш взгляд незаконно зовут это военно-транспортная авиация. Военно-транспортная авиация, скажем отдельно, а при написании песни, которая сейчас прозвучит, помощь оказали истребитель, летчик-истребитель, опытный, заслуженный. Игорь Васильевич, за полтора-два часа, наверное, прошел курс взлета-посадки на самолете. Ну, когда заслуженный летчик России. По телефону. Да. Я много для себя открытий сделал, вот он мне по телефону все рассказал. В общем, я думаю, что так пару раз покажи еще на практике и взлетел бы сам. То есть по поводу слов, которые там были написаны у нас в Ютубе, насколько я помню, люди обращались, расшифруйте песню, что такое Рут, Глиссада. Ну, и там очень много названий таких, которых, ну, простому человеку не сильно понятно. Простому не сильно, зато каждый летчик... Каждый летчик, да, увидел себя в этой песне. Вот, и очень приятно, что ее, конечно, те, кто прошел через Сирийскую Арабскую Республику непосредственно, мы в 15-м году ее написали, впервые презентовали именно там эту песню. Вот, много раз сказали спасибо, а я хочу сказать, между прочим, как факт исторический, у нас порядка больше, почти 80% наших боевых летчиков прошли через выполнение боевых задач в Сирийской Арабской Республике. Поэтому имеют необходимый боевой опыт, навыки. Ну, в общем-то, мы в этом не сомневались. Вот поэтому прямо отсюда, в Сирийское Арабское небо. Политие. День и ночь Сирийское Арабское небо. Сирийское Арабское небо Новости. Новости. Новости взрывают сни, Девушки ждут враги. Вновь и вновь решить задачу, Боже правы, помоги. Руку вперед бежит земля, Это дом, а там семья И страдам, что всех хороших Ждутся дали я тебя По кругу ты сами в ногу Своему аэродрому Максимальный угол в грех На плоскости разрежу в небо Полосой корень и мир Без касания плитки дым Нету груза на пилотах На пределе Герасим По кругу ты сами в ногу Своему аэродрому Максимальный угол в грех На плоскости разрежу в небо Полосой корень и мир Без касания плитки дым Нету груза на пилотах На пределе Герасим Спасибо, я вам, конечно, не уйдет Такая же бодрая песня, как полеты на пилочках Я приношу свои извинения за обрыв связи Хотя это не должен не я приносить А наш, как говорится, мобильный оператор Но я приношу за него Так что, друзья, все продолжается Если вы нас смотрите И у вас все хорошо с нашей трансляцией Снизу пишем комментарии Не обязательно писать комментарии Поставьте просто подпись Молодец, Сережа Молодец Сережа, молодец И номер карты я сейчас укажу Наверное, пожалуй, через такого праздника Одной песни будет маловато Вот Саша коснулся темы Военно-транспортной авиации К сожалению, когда говорят о ВВС Все представляют истребители, штурмовики В общем, такие боевые самолеты На самом деле, конечно, не только из них Наша ВВС состоит И мы, в частности, как раз больше сотрудничаем С представителями военно-транспортной авиации Как у нас есть шутка Хочешь быстро лететь, да Хочешь вовремя езжай поездом Да, зачастую так очень часто получается Но это не поведение наших летчиков Дело в том, что, несмотря на то, что у нас Авиация всепогодная Но командование у нас все-таки Наоборот Бережет, бережет И технику, и личный состав Поэтому лишний раз где-то перестраховывается Наши летчики готовы вылететь в любую погоду И в любую погоду выполнить задачу Но не всегда так получается Поэтому мы, как и многие люди в погонах По долгу временами на аэродромах На взлетных полосах Ожидаем вылета или прилета Какого-то самолета Бывает по несколько суток, да Вот Отрадно, конечно, что среди летчиков этого У нас большое количество также друзей Что, в общем-то, и позволяет нам временами Решать задачи Хитрыми способами Вот Выбираясь даже с Дальнего Востока Набирались до Запада Быстрее, чем на самолетах пассажирских Вот А самый, пожалуй, наверное, главный друг Вот Это Роман Борисович Греков Он у нас целый генерал Вот А в свое время Был старшим штурманом полка Когда вы с ним познакомились В военной транспортной авиации В Астафьево Под Москвой Вот Много-много лет эта дружба длится И порадует еще также то, что В Востоке он сумел сначала коллектив небольшой А сейчас это уже целая Целая команда, целый проект Который называется «Мы есть мы» Вот Который объединяет в своем составе Представителей, военных представителей Разных воинских специальностей И так далее Ну, людей творческих, которые в свободное от службы время Еще находят возможности для того, чтобы писать Сочинять Исполнять И радовать своим творчеством И своих коллег и друзей Вот И своих родных и близких И многих-многих вообще Людей Вообще Он у нас, кстати После Астафьева еще успел побывать в Либерии В Африке Вот Выполнял там тоже задачи Ну, не раскрывайте всех, кто они Да По линии Организации Объединенных Наций Вот Мы, провожая его туда, написали песню Которую хотим сейчас продолжить программу Кстати, тоже забытая песня была Забытая В известной степени Да И поэтому в лице Романа Борисовича Всем нашим друзьям Из военно-транспортной авиации Горячий привет Ребят, еще полетаем Отрываемся Шаг вперед и вокруг Только тепли За спиной угорит мост последний Тихо, ночью, полетая Как паунь Как паунь Как паунь Как паунь Вередом шуткий звук С небес привыкаю немного Рад по ноге легла Как дорога Поцелую небеса Я в небесе Я в небесе Сигнальных ракет Я отрываюсь от земли По облакам стою по краю Мой порт погас Давно тали В ладони звезды Забираю Рассвет встречать В лесах таких Чтоб он забыл Их от рождения Прощальный слон Победный стих Ни страха нет Ни заживления Все чужое вокруг Незнакомо У кострова бурю Пахнет дома Лето здесь Сам мороз И зима Такие дела К дому Весечку шлю Лиф бумажный Раскаленный Песок Мучит жажда Только солнце Открасит Во все Ждем второй поход Я отрываюсь От земли По облакам стою по краю Мой порт погас Давно тали В ладони звезды Забираю Рассвет встречать В лесах таких Чтоб он забыл Их от рождения Прощальный слон Победный стих Ни страха нет Ни заживления Я отрываюсь От земли По облакам скольчу по краю Мой порт погас Давно тали В ладони звезды Забираю Рассвет встречать В лесах таких Чтоб он забыл Их от рождения Прощальный слон Победный стих Ни страха нет Ни заживления Вот так как Спасибо Много народ присоединяется Смотрит Архангель С нами Первый БМФ Вот Первый БМФ Я вот только не догадался Что это Первый БМФ машина пехота Батальон морской пехоты Средний Парпай Сергей Ну и возвращаясь К праздникам Ауста Их очень много Но следующий праздник Еще только будет Его не было еще Это 12 августа День молодежи Как самый молодой человек Критерия Надо было сказать об этом Вот И Такое предложение есть Перед исполнением Следующей песни Чтобы каждый Кто сейчас сможет Наш прямой эфир Да Мы господна Чтобы просто Вспомнили Времена своей молодости Когда каждый Учился в школе Было беззаботное время Не надо было Никуда спешить Никуда ехать Все было так Беззаботно Облачно Не знаю Мы Рожденные СССР Может быть Да Конечно Годы школьные Беззаботные Вспомнить Есть много чего Хорошего Доброго И конечно Хотелось бы В них вернуться Нет Хотя каждый Каждый из нас Естественно Молод Дожушевый Да Прежде всего Кто день молодежи Не отмечает Кто себя не считает Мы попозже скажем Это было бы неправильно Поэтому Наверное Наверное Хорошо сказал Песня Которая посвящена Нашим Лучшим Школьным Годам Нашим школьным Друзьям Нашим дворам Одноклассники Продолжаем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы что-то не знили И как-то нестачай В большую жизнь пошли Походной смелой А доним мы А шар и буба Счастливых дней тех Не забуду Девы и юные друзья И так хотелось Но нельзя И с ним пели По гитару До рассвета Спешили взрослым Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пусть не обнять Зато услышать голос А может В чулку В плюну Бросить все дела И чтобы вас увидеть Прыгнуть в скорый боя А доним мы А доним мы А шар и буба Счастливых дней тех Не забуду Девы и юные друзья И так хотелось Но нельзя И с ним пели По гитару До рассвета Спешили взрослым И встать Быстрее с детством Бежать И жизнь неполная В душе Сверяло лето А доним мы А шар и буба Счастливых дней тех Не забуду Девы и юные друзья И так хотелось Но нельзя И с ним пели По гитару До рассвета Спешили взрослым И встать Быстрее с детством Бежать И жизнь неполная В душе Сверяло лето Спасибо Спасибо вам Говорят Очень многие люди Вам передают привет Экскурска Вам машут Рубками Ставят пальцы вверх Напоминают Что недавно был день курсанта Кстати Он был пятого числа Ну курсанты Будущие офицеры В общем-то по этой теме Да По этой теме Немножко прошлись Курянам большой привет Конечно Сейчас в феврале Вместе вспоминаем С особой теплотой Потому что это Перед короной Вот этой вот Всей паузой Гастрольной У нас был Практически Какая Предпоследняя точка Да Курск и потом Орел Вот Сейчас вспоминаем С большой теплотой Особо ждем Очередных Личных уже встреч В концертных залах Каких-то Когда это будет Опять-таки 2 августа Должны были быть В Стерлинамаке В Башкирии Но не сложилось Не сложилось Опять по тем же самым Обстоятельствам А продолжая тему молодежи Вы знаете Пока пели Я подумал Знаете Как мы так Отнеслись к дню молодежи С определенной долей Шовинизма Такого Вот Никита Как самый юный Объявил этот праздник Вот И посвятил его всем тем Кто был молодым Когда-то Вот А самой молодежи В общем-то Это не честно Ну Ладно Нечестно Поэтому я предлагаю Расширить этот Кругословный Как говорится В старой поговорке Старый конь Бразды не портит Но и Глубоко не важно Да Поэтому Давайте так Есть одна хорошая песня Мы ее одинажды пели всего Вот Это такая песня Пожелание Чтобы вспахивали все-таки Поглубже Вот Берегите свою молодость Ну да Да С сюрпризом прямо Да? Все догадались Да? Ну вот это Да Поехали Ты говоришь мне, что хочешь весны Что ты хочешь гулять Я снимаю штаны Ложусь на кровать И спросила зачем У меня под матрасом плейбой Я ответил так надо Ведь я Сексуальный герой И Да Ты говоришь мне, что я не формат Я это мурак Дам мне твой танца любовь, я-я-я. Обычный солдат, послушай меня, Я вполне доволен собой. Дорогая моя, не грусти, у тебя в гостях Сексуальный герой, ой-ёй-ёй-ёй. Сексуальный герой, о-о-о-о-о-о. Время прошло, мы давно не вместе, Не хочется выпить, но ты жаждешь мести. Я давно жадаюсь без дела, представьте себе, Мне не надоело, ты говоришь, У тебя ничего за спиной. Я говорю, вы, что родная, зато я, да, Сексуальный герой, ой-ёй-ёй-ёй. Сексуальный герой, о-о-о-о-о-о-о. Сексуальный герой, о-о-о-о-о-о . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, 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 сексуальные герои! Ла-да-да, по-дво-о-о-о-о-о! Ох, какие прям со молодым пошли! Песок замел под стул и поджарился. Напоминаем за операторским плетом у нас Сергей Блыскун. И Сибирь, когда присоединилась, крайне... Вот ты видишь, вот эта песня, она же Сибирь, к России присоединила. Она притянула, да, Сибирь, Иркутск, привет, привет. Ребята, огромный привет. Здесь Сибирь. Хочется рассказать о следующей песне, которую мы сейчас исполним. Даже точнее не о самой песне, а о авторе текста и музыки. Хорошего музыканта, прекрасного поэта, нашего замечательного друга Сергея Купришова. Сергей Иванович, большой привет. Большой привет. Пожалуй, это одна из тех песен, которая среди друзей наших близких, с черных билетов, она очень популярностью пользуется. По одной причине, что это очень глубокая философская песня, она действительно... Ну, у Сергея, кстати, много философских таких хороших тем. Мы вообще, как бы, пишем в основном 90% репертуара, это наш собственный репертуар. Но, когда дело касается вот наших хороших близких людей, близких по духу, вот, по отношению к жизни, тем более, что мы уже очень-очень много лет знакомы. Ну и, кстати, вот, как раз вот родилась идея конкурса по этому поводу. Друзья! Внимание! Кто именно хорошо знаток творчества группы «Черные билеты», тот может в комментариях и в личных сообщениях ВКонтакте, в группе написать название песен и альбома, в которых были использованы тексты, музыка именно Сергея Купришова. Соответственно, за это человек получит приз от группы. А те, кто до сих пор не имеет дискографии, по этому поводу, может обратиться к Сергею Блэскон. Он может вам помочь приобрести все альбомы, чтобы вы разбирались именно... Даже на 10 сентября. ...спорченый билет в авторстве. Вырос от собой. Плечи расстроены. Затем обращайтесь к Сергею. Ну а мы песни продолжим. Как раз, да, одна из песен, она у нас первая в репертуаре. Да? Да? Поехали! Философская. Сердце Господа Своим существованием, И кроме поклонников не радуя опять. С щитом слабизма, С полумудственным молчанием, Пытаясь толстотушье оправдать. Преуспеваем в боголепии и вере, Скрывая сей благопристойностью грехи, Мы превращаемся из Моцартов в Сальери, Бросая юности приспелые стихи. Устал справлять свои поминки по России, Забросим в ворточку патроны или яд. Мы устремляемся туда, Где не просили, И не торопимся туда, где пригласят. Стираем память, Отшумевшие дебоши, И все прощаем позабытый ресторан, И никому же не смажет Срежесть рожей, В тебе скончавшийся поэт и хулиган. Сменив запой На товарищеский ужин, И вместо водки потребляя гормолов, Мы часто слышим, Ну, как будто братец нужен, И соглашаемся глазами, речи, полными. А может, разойдемся, Может, умажем, Может, врежем, Напьемся в стельку, Понаделаем греха, Повеселимся, Небеса поддержим, И запрепещен Предвкушение стиха. Немножко грустно, Зато честно. Вы так душевно спели, Рассказали про сексуального героя, К нам присоединяется Иркутск, И все, Вы так душевно спели, И к нам еще весь Урал вообще, И ГУР, Томск сразу сюда притянулся. Услышали? Услышали? Ну, рядом поделились уже. И Уралу, и Сибири западной, и восточной. Огромный привет, мы между тем продолжим. Оторвались мы немножко от праздников, да? Вот, есть замечательный день. Заглянем снова в календарь, да. У нас отмечается какого? Сегодня он отмечается, сегодня пятница, Жигарь Васильевич, пятница. Мимо ларька сегодня точно не пройдем вечером. Мы ничего не призывали. У нас наш солист, Александр Кимов, Ну, долгое время в коллективе работал, много песен написал на этапах раннего его творчества. У него практически все тексты, которые он приносил на правку, они у него были там или про пиво, или про пакет, или про ларек. Хотя не только раннее творчество, в общем-то, и более позднее отличалось. Вот. Видите, как написание отличается? Видите? Как пишется рок, рок пишется ларек, пиво, все остальное, правильно? А ред как пишется? Деньги, машины, все остальное. Между тем, я скажу так, ничто человеческое нам не чуждо. Вот. Вот этот день мы, как в любом случае, сегодня не оставим без внимания. Вот. Всем любителям пива... Как сегодня... Тут и подарок водогласников прислал, просто читаю. Пятница – день борьбы с коронавирусом без применения антибиотиков, да? Ну, большое количество пива приравнится к легким наркотикам. Поэтому любителям пива, всем любителям и любителям пива... У них все хуже. Да? Гермальный человек, употребивший три раза в год пиво, считается потенциальным алкоголем. Вот он в Германии. Слава Богу, мы не в Германии. И не пьем баварское. Да. Ну, песня-то не совсем, на самом деле, про пиво. Про выходной. Вот, как раз эту же песню Саша... Самый главный праздник в стране. Самый главный. Для нас, для музыкантов, я могу точно сказать определенное. Самое лучшее – это когда выходной день и праздников нет никаких. Тогда, действительно, они не обращены к большим количествам работы, концертов, площадок и так далее. Ладно, выходной заговорили, поехали. Замечательный праздник. И всех с наступающими выходными, конец рабочей недели. Начинаем, да? Сегодня я буду спать до обеда, Ну и что, что на кухне не хватает хлеба? Может быть один, а может быть с тобой. Да ладно, не важно, ведь сегодня выходной. Ведь сегодня выходной. Пора просыпаться. Встану, потянусь, подмигну портрету, Выйду на балкон, достану сигарету. Распугаю птиц красными, как флаг трусами, И криво подмигну, проходящими мадами. Проходящими мадами. Теперь пора завтракать. Как обычно, закипел на кухне чайник, Весь надулся и выхти, точь-точь, как в мой. Вы почувствуете себя порядами, что в парень. Правильно все угадали. Точь-точь, как в мой начале. Ну а так он, в общем, парень неплохой. Да ладно, не важно, ведь сегодня выходной. Ведь сегодня выходной. Ведь сегодня под сильный заруб футбол спорта Динамо. Но тут нагрянула к нам в гости твоя мама. И в этот день я очень многое узнал. Ты, моя мама, вся семья. Посмотрели сериал. Посмотрели сериал. Начину штаны. Наберю свой любимый свитер. Соберусь попить пиво. А может ли это? А может ли это? А может ли это? Ты спросишь, как всегда, вернусь ли я домой? Быть может, не знаю. Все объясняется очень просто. День пива. Такой праздник. День пива. И еще по-другому. Завтра тоже выходной. Завтра тоже выходной. Завтра тоже выходной. Выходной. День пива. День пива. День пива. Увеличили. Нам точно эти магазины по продаже пива задолжаются. Мы должны пиво бесплатно пить. Такая реклама. Сейчас люди, даже несмотря на позднее время, думают «А! Продажа же после 22 часов, да?» А в день молодежи в остальные праздники вообще? После 22? Запрещено. Вот напоминаем. День молодежи приближается. Пойте за рай. Пойте. Мы очень часто говорим это пожелание, потому что оно честное, настоящее от души. Мы помимо пожеланий здоровья, которое никому никогда не мешало, мы желаем, чтобы мечты самые заветные, самые сокровенные, самые смелые, амбициозные сбывались у хороших людей. Как можно скорее, не в далеком каком-то космическом светлом будущем, а тогда, когда вы сами этого хотите. Главное, чтобы сами эти планы и мечты, они были добрыми, светлыми и никогда не были обращены против других людей. От всей души желаем вам и сегодня в того же пусть сбываются мечты ваши черные береты. Палуется ветер. Палуется ветер. Ветер. Палеем пока. Пока. А луна по лужам подлетает в серебро. Серебро. Расстаются люди. Люди. Расстаются люди. И дает надежду. Расстаются люди. Не дает надежду. И сохраняя веру, что у тебя все потом. Но он ждут небом и землей, между солнцем и луной. Далеко от темных душ, там нет плечи в темный луг. Там родник живой лады, там зеленые сады, И сбываются нам все мечты. Далеко от темных душ, там нет плечи в темный луг. Там родник живой лады, там зеленые сады, И сбываются нам все мечты. Дорогие друзья, я умею, что ваши мечты нет, не сбываются. Представлю застав коллектива, который сегодня играл мелко вас. Рыберки, товарищи, спасибо. Клавиши Александра, эскадра. Баскетана, Никита Пастяк. Сергей Пускул за операторским пультом. Все вместе черные лидеры. И непременно убедимся. Между небом и землей, между солнцем и луной. Далеко от темных душ, там нет плечи в темный луч. Там родник живой лады, там зеленые сады, И сбываются нам все мечты. Испываются там все мечты Испываются мечты Ну и конечно же бессмен, ридер группы, кавалер ордена мужества, заслуженный работник культуры России Гвардии подполковник Игорь Крещенок Спасибо еще раз со всеми праздниками вас, которые мы перечислили И те, которые не перечислили, тоже отмечаем вместе Следите за нашей рекламой, подписывайтесь на наши каналы Ваши черные береты Увидимся непременно и хотелось бы вживую, как можно скорее До новых встреч и пока!